Один на всю страну Друзья, сегодня у нас в вечернем эфире Потрясающие гости Группа Хлеб Встречаем ребята Давайте, давайте Вы втроем вы справитесь Привет, давай Есть, есть Миш, ты понимаешь, что мы с ребятами Сегодня не сговариваясь Оделись в одном тоне В одном стиле Все втроем оделись в розовое А что, вы не видите Вы не видите всю мою одежду Привет, как у вас настроение Как жизнь Супер Мы там за ширмой классно провели время Ну ладно, не врите Вы там были всего несколько секунд Что вы сразу Вы единственное радио И теле У нас и теле, и радио Все вместе Я хотел сказать, что вы единственное радио, которое нас накрасило Перед выходом Гультирнода Потому что вы теле радио Короче, это не важно Мы провели клевое время Просто не жалко косметики, парни Вот и все Друзья, ну я знаю, что вы буквально с корабля на бал Только-только вернулись с гастролей, с поездкой Рассказывайте, где вы были Что с вами приключилось? Мы были в Бриге, мы были там третий раз И на этот раз нас так классно приняли Ребята, мы попросили ребят устроить слэм И это было круто Да, мало того, мне подарили Red Bull даже в баре И это был первый слэм в гламурном клубе Это был бар Койот И там все, весь персонал это были женщины Не до конца Большим размером Не до конца что, прости? Они были топливные А, не до конца одеты А ты подумал, не до конца раздеты Ну, естественно, в баре, да, Койот Так должно быть Они были снизу голые Нормальная тема Окей, ну все, женщины оставили Давайте, сегодня мы говорим исключительно о юморе Вот, кстати, когда только вам рассказывал Что в вечернем эфире мы говорим о юморе Кто-то из вас сказал А мы-то тут при чем? Откуда вообще? Почему нас именно пригласили? Кто это был из вас? Это Джордж Майкл Джордж Майкл Я русский Джордж Майкл Признавайся, есть у тебя какой-нибудь секрет Или лайфхак Как научиться относиться к жизни с юмором? Если ты Джордж Майкл по-русски Да, если ты По-английски рассказывай Не, ну давай по-русски Она слушает все-таки наши, да, стране люди Конечно, есть у меня Ну, недостаточно самый критичный И вы у вас большое завышенное ЧСВ Вы должны поехать к своему другу на дачу У которого туалет находится на улице Вот такой деревянный Без стен И вы заходите в этот туалет И чуть-чуть подпрыгиваете вперед Прям в дыру И все, и все И возвращаетесь домой То есть не вотер-клозет А вот консервативная вот эта постройка И типа, подожди, после этого жизнь кажется просто кайф Да, да, хотя бы когда помоешься Но у тебя не получилось это Была высокая часть, а такая стерка осталась У меня нет, заткнитесь Окей, скажи, пожалуйста, а перед написанием песни «Шашландос» Вот вы проделали вот это все, о чем ты сейчас говоришь? Мы проделали просто вот фотографии в клип из туалета не вошли уже, к сожалению Это бэкстейдж Будет отдельный ролик с бэкстейджа, кстати Да, на лиме его только Да, но будет 360 зато съемка Так что удобно будет посмотреть все углы Окей, я почему, собственно, сейчас подвелась к этой песне? Почему же? Потому что мы ее сейчас совсем уже скоро услышим И это у вас премьера, ребята И мы одни из первых, которые поддержали вашу клип, вашу песню И поставили ее в эфир Расскажите Ой, ну спасибо Как мне нравится, когда нас хвалят Ну расскажите немножечко об этой песне, об этом клипе Как вообще пришла идея? Где вдохновлялись? Я, не поверите, знаете, когда я придумал эту песню? Так, пожалуйста Я заел шашлык Нет, это было не так, я не помню, как родилась Все просто Это вообще Денис придумал Все гениальное просто, да, Денис? На самом деле, да, у меня Он подумал, что нету песни про шашлык Не, не так Нифига, нифига не так У нас была другая идея на эту песню Вот, и мы предложили одному артисту сделать совместную песню на эту идею И он сказал, типа, ну что-то я как-то не понимаю И Филипп Бедросович отказался, да? Говорит, я уже снимаю цвета страниц синий И очень расстроенный такой ходил по улице рядом с домом, гулял со своей собакой И я обратил, что весь май у меня рядом с домом бухари жарят шашлыки Это как лухари, только бухари Да, 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 мы поняли Я сказал лухари Лухари, мы это именно и услышали Друзья, и вот здесь запомните Лухари и шашлыки Что было дальше, оставайтесь с нами после музыки обязательно продолжим Увидим и услышим, да, совсем скоро А вот мы здесь, последние романтики В составе четырех человек Майк Войс, группа Хлеб И, конечно, все мы здесь для Маши новой Подожди, а давай на группу Хлеб отдельно сейчас Ребята, всех представим Я буду называть, а вы помашите камеру А вы поднимайте руки Александр Шулико Ура! Денис Кукаяко Кирилл Трифонов Ну ладно, ну что? Так, Денис, Саша, Кирилл Кирилл, Саша, Денис Ребята, ну вас в группе трое У вас есть какой-нибудь лидер? Или вы все равноправные солисты группы? Не, мы все равноправные солисты У нас просто есть продюсер Так, он главный и что? Ты скажешь, что он решает все? Он доминирующее звено в нашей группе Он нас прям душит своей властью Это, кстати, Кирилл Джордж Майкл Он продюсер и член группы Как член группы, как член группы Он ничего не делает, он слабак Как продюсер, он нас душит Он просит его называть продюсером Назовите меня продюсером Подожди, Кирилл А тогда ты самый главный цензор группы Вообще у вас в группе есть какая-то цензура или нет? Нет, цензоров нет Но наш продюсер, вот он работает над цензурой То есть мы в группе, как три участника Мы не цензурим друг друга Но продюсер, это который Кирилл Вот он нас цензурит как продюсер Денис, ты знаешь, ситуация складывается очень странная На вопрос о главном примерно 30 секунд говорил ты А Кирилл просто молчал А это нормально для продюсера? Кирилл, у него две должности Три должности в нашей группе Это певец, продюсер и лох Он часто молчит как лох Но при этом продюсер Он продюсер Скорее всего после эфира он будет мне душить За то, что я сказал Если вы скажете сэр Кирилл То он сразу превратится в продюсер И плюс он единственный в России сертифицированный двойник Джорджа Майкла Саша, я правильно понимаю, что твоя роль в группе Просто сидеть между двумя этими людьми в розовом В черном И говорить да И как-то сделать так, чтобы они не слеснулись Где-то в середине этой телерадиопередачи Спасибо, Александр, за твою помощь сегодня Но Александр еще потрясающе заказывает блюда в чайхане Пиццу Мы поэтому его и держим в коллективе Что меню не учить? Мы не учим меню Мы заходим, он сразу кричит Шеф! Чебуреки! И прям, ребята, лучшие чебуреки Такие надутые Вы когда-нибудь были в чайхане? А меня, Маша, я просто по той же причине, Александр Здесь в этой телерадиопередаче По которой и ты, Александр Когда-нибудь Прием, прием, Александр Прием Ребят, я хочу сейчас затронуть немножко другую тему Когда вы впервые вообще встретились? Ваша же группа, как-то вот ваш такой тандем Он же образовался? Как это произошло? Вы сразу поняли, что вы вот прям на одной волне Вы как-то вот думаете все в одну сторону У нас с Денисом был бизнес Какой, какой? Мы придумали закусочную Закусочную, да Я не знаю, можно говорить название? Да, давай Она сейчас существует? Да, она существует Да, братья Каравая Мы придумали бизнес, да Потом продали его и решили заедать Продали Кириллу Продюсеры? Вот тогда мы встретились Когда на сделки такие подписывали документы А Кирилл потом, по-моему, тоже продал его кому-то Я продал, да А не Лорак А не Лорак Или Седоковой? Не, не, Седокова хотела купить, но не смогла Все хотели есть И бизнес пошел по рукам У меня вот ощущение легкого обмана Не покидает меня Ну, что-то есть такое Ребята Не, братья Караваева Тебе что-то не то в ухо подсказывает Знаете, мы немножечко оскорбились Но мы расскажем историю до конца Так Так, пожалуйста И на вырученные деньги мы решили, что мы хотим петь песни Вот, и мы сейчас вкладываем все деньги с братьев Караваевых В наш музыкальный бизнес А там доля не маленькая получилась Мы сожгем в братьях Караваевых, понимаете? Да Нет, серьезно, абсолютно Я обожаю эту сеть Конечно Потому что мы, ну, как бы Мы ерунду-то не открывали Мы, как и песни, делали с душой эту сеть Ты купил у нас долю Что ты делал? Вот, кстати, о песнях Друзья Плачу на техно Это одна из ваших первых песен Последних Когда она родилась у вас? Год назад она родилась Да, год назад примерно Наверное, мы решили, что пора ей выходить из нас Я, собственно, и вышла Она, собственно, вышла, и мы ее совсем скоро уже будем слушать Перерезали пуповину, да, и в путь Все, тогда мы прямо сейчас уходим на небольшую паузу И будем слушать та плачная тетна Йоу-йоу, поехали! Ночью уснуть не могу никак И пришел я на техно Чтоб найти тебя снова тут Венцы твои, как год назад Но рядом найки уже не мои Топчет знакомый мне групп Ты была лишь моя, лишь моя И мы вместе мечтали купить что-то в Кузнецком мосту Ты была лишь моя, лишь моя Вилла Лобос играет для вас А я слезы еле держу Плачу на техно Я плачу на техно Ты не со мной Слезы бьются на рейне Плачу на техно Я плачу на техно Ты не со мной Слезы бьются на рейне Ночью уснуть не могу никак И пришел я на техно Чтоб найти тебя снова тут Венцы твои, как год назад Но рядом найки уже не мои Топчет знакомый мне групп Ты была лишь моя, лишь моя И мы вместе мечтали купить что-то в Кузнецком мосту Ты была лишь моя, лишь моя Нина Кравец играет для вас И я слез уже не держу Плачу на взрыв Слезы бегут по щекам И со щеков капни на новый станок Я жил лишь тобой Но ты сказала goodbye И я горько рыдаю Словно вновь закрыли аутлайн Я плачу на техно Я плачу на техно Ты не со мной Слезы бьются на рейне Плачу на техно Я плачу на техно Ты не со мной Слезы бьются на рейне Делайте дома наброски И потом слушаете Ну чаще всего и происходит как Что я ребятам приношу какую-то идею А на студии там они уже вносят свою какую-то лепту И мы оставляем только то, что я написал я Да Серьезно? Конечно Ты главный автор группы? Да Не все песни Да Иногда приходится платить деньги 99,9 процентов Да, не все песни А ребята пишут много Но все, что вышло, и вы знаете, это я написал О, круто! А мне нравятся нескромные мальчики Пока ты начинаешь подруживаться как-то по девушке с Марией У меня все больше вопросов к Александру Ой Саша А что, а что? Зачем ты нужен, понимаешь? Я же говорю, я просто Я просто нужен для того, чтобы делать комплименты этим парням Сделай Настало время, я к этому и колоню Настало время Ты красавчик, Джордж Ты красавчик, Денис А можно я отвечу за Сашу? Саш, можно я за тебя отвечу? Какая у тебя роль? Да, конечно Мне кажется, у тебя самая комедийная роль в вашем тандеме Ну не знаю, по крайней мере, во всех клипах у тебя очень смешные образы Вот я сегодня смотрела Мне кажется, с Денисом Спасибо Мне кажется, Саша На секундочку показала, что мама в студии Давай Говоришь, как моя мама Серьезно? Да, конечно Она говорит, ты смешной, ты хороший Ты смешной, ну да Ты не некрасивый Саша, знакомься За почему ты плачешь Да Приятно плачешь Неужели я так плохо выгляжу сегодня? У него мама потрясающая Да А, все, окей Что хотел сказать? Мне кажется, Саша Реально самый смешной Почти самый смешной человек в России Серьезно говорю Самый смешной Почти После Гудкова Извините, это наш нутряк Я понял себя неадекватно Да это Саша смешной Мне нравится, что ты все время комментируешь Какие-то свои оценки Это наш нутряк До конца эфира нам тюльпаны подарили? Обязательно Это корзина уже для вас Конечно Отлично Есть очень-очень важный вопрос Потому что вы не сразу начали с того, что вы стали музыкальной группой Вообще изначально вы планировали петь Или же хотели стать в каком-то другом направлении Витерами Изначально мы хотели закончить школу Мы хотели просто стать богатыми и знаменитыми Но я читал рэп до того, как с ними познакомился Я читал много рэпа Прямо книгу за книгой Вот это Изначально он хотел стать хорошим КВНщиком Да, пожалуйста, без мата Если можно, но никто ничего не услышал Я не услышала А какой мат-то нет? Я чихнул Нет, все было нормально Я чихнул, ты сказал, будь здоров У меня свело икру, ребят Я из-за этого так сделал Это Я хотел сказать Да, я читал очень много рэпа У меня был микстейп тогда Так называлось Такие вещи Микстейп? Расшифруй, пожалуйста Я не понимаю, что это такое Микстейп это Альбом на чужую музыку Вот я познакомился с ними, да Они меня втянули в КВН И даже в какой-то момент Ну, я подумал, что я рэпер Где-то на неделю или две Когда он мне поставил свой микстейп Вчера Подожди, подожди А дальше ты говоришь Они втянули меня в КВН Я в КВН, да И мы с ними играли Играли, очень плохо играли И в какой-то момент мы проиграли Они очень плохо Я хорошо Но ты всегда идеальный Я хорошо выступал Отлично, да, они меня тянули на дно Идеальный мужчина У нас был момент в КВН, когда мы показывали какую-то шутку Так Мы ее там типа делаем Та-дам И в зале полная тишина И где-то из последнего ряда Реально прям человек такой Дебилы Это ты придумал Ну и что? Ну смотри, ну это вас не остановило Вот, кстати, как вот дальше перебороть Вот какой-нибудь там, не знаю Фиат Я же рассказывал уже Едешь на дачу к другу А, все Вот это история Я поняла Чтоб жизнь не казалась медом Либо души и слез Слез Душ и слезы Вот, что я хотел сказать Душ и слезы Да, садишься в душ И еще придушить немножко Садишься в душ Поджимаешь колени и плачешь Да Потом это примерно час надо так делать Сосиски вареные Выходишь и начинаешь жить дальше Хорошо Мне нравится Я когда-нибудь это обязательно попробую Ребят, а вот вы делали это после того, как Ну, например, первый ваш проект не зашел Второй, ну так более-менее Вот дальше родилась группа хлеб Да, третий со скрипом, конечно Нет, ну правда Круто, что вы не остановились на первом каком-то проекте Они сказали, все, ничего не получится А правда в караваевы? Да, да, да В какой-то момент мы втроем просто вот так в душ заходили И мы поняли, что кабинки уже не хватает Тесно И мы такие, хватит, ребята Надо браться за улы и делать что-то крутое Чтобы не собираться Да, и больше, чтобы больше никогда Под этим душем вместе не сидеть друг на другую Надо брать буханку хлеба и что-то с ней делать А кстати, почему хлеб? Откуда это название? Потому что братья Караваева Это как дань прошлому Дань прошлому Все, это Кирилл предложил? Ну конечно, кто же еще может предложить хорошую идею? Продюсер, только продюсер Я бы что-то сразу так и подумала Да, все правильно А были еще какие-нибудь варианты названия? Ты молодец Конечно Например Сосиска Нет? Кирилл лучший Кирилл лучший И Кристиночка Почему Кристиночка? Как-то это Первую любовь Дениса так звали А, ну прости, мы же не знаем, как звали Первую любовь Да, он администратора нашей группы, которая украла у нас деньги из группы ВКонтакте Все, друзья, я предлагаю прямо сейчас тогда Дорогая Кристина Да, да, да Удаляться Дерни деньги, пока мы слушаем эту музыку Обязательно Все, скоро вернемся дальше, еще больше интересней Один на всю страну Один на всю страну Давайте еще разок вас представлю Давайте Денис, Саша и Кирилл Артем Артем решили, да, его сегодня назвать? Да Маш Новая Майк Войс Все, все вместе, группа Клип Скажите, ребят, а вы друг друга понимаете с полуслова? Вот вы уже достаточно давно вместе Вот есть такое, знаете, прям Вот один что-то уже начинает, а другой поддерживает его, продолжает понимать о чем он Мне кажется, меня пацаны не понимают даже с семи предложений иногда Саня я хорошо, ну, Саня понимает меня хорошо с полуслова Я говорю, иди в жо, он понимает Да, я понимаю, куда надо идти Мы еще очень хорошо тут начали понимать друг другу пластику тела О-о-о-о, вот это серьезно, подожди-ка Это после души, сидя в душу После иммерсивного шоу Иммерсивного шоу Иммерсивного шоу И Мигеля А-а-а, реверсивного шоу Реверсивного шоу Ну, а я что? Иммерсивного, да, мы об этом разговаривали в перерыве И сейчас ребята решили просто об этом рассказать Вы все рассказываете, да? Все наши секретики сегодня будете выдавать? Конечно, да, сейчас еще дойдем до финала и там все самое главное В общем, смотрите, у нас есть такая традиция Обязательно в середине нашего шоу Мы с гостями играем Ну да, сначала собираем деньги на игру, а потом играем Вот, поэтому я вам сейчас предлагаю поугадывать слова Это слова необычные, они как-то связаны с продуктами Потому что, ну, не трудно догадаться, ваша группа называется хлеб Но вы должны объяснить друг другу значение этого слова Не используя в ваших словах гласные То есть только согласными Ну, давай приведем пример Вот, назови мне любое какое-нибудь слово Вот ты загадаешь Кетчуп? Кетчуп, например КТЧП Ну, что-то вроде Но только надо объяснить Ем, убираем ГО Г ПДТ К Шашлык Вот так Понятно? Нет Его подают к шашлыкам Это кетчуп А что это, да? Это кетчуп Ну, например, попробуем Давайте с разминки Ты начнешь, Денис? Я готов, да Ты кому будешь? Ты будешь Саше объяснять первое слово? Я двоим, может, сроем Да, зачем мы? Ну, давай, 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 окей Мы же команда Давай Так, первое слово, поехали Ага Время ограничено, 30 секунд у нас Дам-дам-дам-дам-дам-дам, начали Г Г Его едят с печеньем Молоко Да! Как ты понял? Я вообще-то же не догадалась Подожди, ты точно не подглядывал, Сань? Саша, как ты это сделал? Нет, у нас в первый раз так получилось Почему ты не захочешь? Да, причем самое для того, что он сам удивился Так, Саш, ты второй, давай, поехали Не показывай никому Все, ты правды, я правда Все правда Так, ребята угадываются Эээ, А, чай сахар, песня группы Хлеб. Чай сахар, нет, что? Это не могли загадать. Конфетки? Нет. Второе слово в песне. Почему я вот так говорю? Что? Сахар, сахар. А что он сказал? Он сказал второе слово в песне Чай сахар. Ооо, это грандиусно. Подбери. Подбери. Извините, пожалуйста. Так, Кирилл, теперь твоя очередь, прошу. Но там не только такие простые слова, не думайте. Там есть типа сложные слова. Подожди, нет, только все, уже сразу же. Выделал бумажку, сразу начинается игра, конечно. На замок. Руту на замок. Да. У нас крис, мы саги, мы саги. Говори. Где твои согласные? Яблочный сок. Яблочный фрукт. Яблок. Это грандиозно. Я хрумкнул только согласными, правда. Да, 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 я видела. Нас будете угадывать? Давайте, конечно. Давайте, я тоже хочу потренировать. Вас угадать? Вы ведущий. Я вам песню стала. Т. Назва. Назва. Высшая. Высшая школа экономики. Группа. Высшая группа. Молоко? Нет. Сахар? Т. Назва. Да. Высшая. Группа. Яблоко. ДТ. 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 На. На. Завод РК. На заводе. С вами совсем не что-то не то. Я вот на вас смотрю уже. Группа. Макароны. Макароны. Макароны сто пудов. Да, да. Спагетти. Что? Металл? Металл. Багетти. Багетти, да. Быстро отгадали. Очень легко. Уходим на рекламу. Реклама. Страна и фэм. А не легкие конкурсы. Ты дурь. Ты назва. Высшая группа. Они придуриваются. Они все поняли. А есть еще слова какие-нибудь? Ну, в смысле. Кофе. 130 секунд. Да. Ну, вы поняли, короче. Амар. Вы поняли, что это за слово? Глеб, что ли? Ну, да. Это же логично. И я, кстати, объясняла, лучше всех. Мы не знаем вообще, конечно. Мишка, давай, теперь твоя очередь. Эх. Эх. Так, осторожненько. О-о-о. Ва-ща. 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 Ва-змла. Земле. Капа. Картошка. Спасибо. Молодец. А действием вообще-то нельзя было. А я сказал Капа. Капа, но ты показал, что ты делаешь. Ну, Капа, ясно же, что ли. Ну, ладно, ладно. Правда. Ладно, ладно. Давай, дени финальное слово. Финальное слово за тобой. Это что? Финальное слово за тобой. Подожди, ну не надо показывать, ты словами тоже говори. Я не могла загадать такую гадость. Блинный. Блинный. Кважный. Огурец. Очень горячий. Без гласных. Вкусный. 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 Банан. Горячий, горячий. Горячий банан. Горячий банан, наконец-то! Нет, вообще-то нет. Белый. 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 Батон. Багет. Ну, багет, да, батон, хлеб. Что белый? Пачки, пачки. Шурма? Кастрюля? А, спагетти. Макароны. Команда! Окей, друзья, прямо сейчас эта команда уже будет у нас в эфире, потому что мы смотрим и слушаем. Садится в такси и уезжает. В такси, нет, ребята никуда не уезжают, а мы переходим к музыке. За окном февраль, Борис, собрались друзья. Они пиццу едят, сыром корки хрустят. А я пью лимонад, целый графин взял себе. Пью не торопался, ведь он холодный, как ЛДЖЕЙ. Мы хохотали громко, очень, но нас прервал телефон и звоночек. Любовь моя к себе звала, что подарит подарок в праздник февраля. Мы ее сегодня видели, хотела бы им видео. Там будет не носки и крем, не шампунь и фиг, не те, что дает землю. Сто путов, сто путов, подарок будет кайф. Сто путов, сто путов. И я в такси лечу, навстречу подарку. И я в такси, а во мне графин лимонад. Начну такси, не тормози, жми на биби, меня к любимой визит. Начну такси, не тормози, жми на биби, меня к любимой визит. И я в такси, не тормози, жми на биби, меня к любимой визит. И я в такси, не тормози, жми на биби, меня к любимой визит. И я в такси, не тормози, жми на биби, меня к любимой визит. Начну такси, не тормози, жми на биби, меня к любимой визит. И я в такси, не тормози, жми на биби, меня к любимой визит. Жми на биби, меня к любимой визит. Страна FM, группа Хлеб, Майк Войс, Маш Новая, ребята, все здесь. А вот, кстати, сейчас у нас за кадром разговор пошел о том, кто снимает вам клипы. Рассказывайте, с кем вы сотрудничаете, это постоянно один человек или же с разными продакшенами? У нас есть наши любимчики, это Little Big Production и великий и могучий режиссер Алина Пязок. Да, да, да. И это мы сами, и нам помогают наши два больших друга. Это оператор Марти Раш, он тоже оператор и директор. И еще есть Евгений Быстров. Вот это вот наше золотое Dream Team сборная на все века. Мы зовем его Женя. А вы вообще как, хорошо, вы вообще к продукту и вот к этому процессу как относитесь? Вы очень самокритичный, там прям до мелочи вкапываете? Или в принципе вы доверяете тем ребятам, которые вас снимают? Ну правда, интересно, вот постпродакшн как у вас происходит? Постпродакшн это наша самая больная вообще история, потому что если монтируем не мы, у Саши все время боли в одной части тела. Я подлетаю немножко на 10 сантиметров, у меня... Это в ноге боли, да. Мне кажется, мы самые большие критики не было, не помню. Я помню только один клип, который у нас выходил, когда мы все сказали, кайф. А все остальные клипы мы постоянно прям, что-то не то, что-то не то. Если нам что-то не нравится, мы просто берем клип и перемонтируем его полностью. А вы сами умеете это делать, да? Да. А есть вообще какие-то критерии, не знаю, вот того, что песня станет хитом, то, что это выстрелит, то, что это будет очень популярно? Да, мы пока их не открыли для себя. А, то есть, ну пока вы ищете... Не, ну правда, может быть, вы знаете, что вот это точно сработает, вот эта тема там 100% выраженная. Не, ну допустим, сейчас у нас там уже год с чем-то, самая наша большая и главная победа, это песня Эба. Мы вот на нее вообще не ставили, когда мы выпускали, мы просто ее такие, типа, это прикольно, все. И она что-то там полетела, тут, тут, тут и все. В общем, вот такой критерий, это прикольно. Да, это самый наш главный критерий, если нам нравится, значит, будет хорошо. О, круто. Саш, ты не сделаешь что-то? Эба, 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 эба. Давай, конечно. А, все, пойдем. Я ждала этого момента. Жалко не сняли. Да, не-не-не, мы все сняли, друзья, переходим к Блиц-опросу, очень важно. Погнали, Блиц, думать не надо, парни. Все вместе отвечайте. Просто орем. Для меня самое важное в жизни. Мама. Мама. Быстрее реагируем. И типа, в жизни с юмором это. Хорошо. Хорошо. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делал? 2018? 2018. Нас бы казнили. Спасибо, 3018. Нас бы поцеловали. Помиловали. Когда вы будете таким же креативными, унами, но старыми, скажите своим праправнукам. Спасибо. Ура. Если бы одной шуткой можно было спасти жизнь человека, ну, допустим, Маша, Маша, что бы это была за шутка? Колобок повесился. Красавец. Спасибо. Про какашки. Про какашки. Любимые ваши? Согласен. Красавец. Это у ребят любимое тело. Да, обожаем. Давай финальный вопрос. У меня есть еще один очень главный момент, ребят. Да давай сразу его. Ребята, расскажите, пожалуйста, к какому шоу вы готовитесь? Что у вас сейчас планируется, чтобы все наши зрители и слушатели уже начинали гуглить, искать, покупать билеты на наш концерт? Это замечательный вопрос, потому что 25 ноября в Москве мы ждем всю Москву, Петербург и все любые. Другие города и страны. Подожди, ты сейчас от микрофона улетел, куда-то тебя не было слышно. Давай еще раз, Денис. Эмоции, эмоции. Я уже знаю, что там будет. 25 ноября в клубе Адреналин Стадиум. Группа Хлеба. Огромный сольный концерт. И такого не видела. Мы как бы даем самые крутые концерты. Такие ни одна группа, ни один певец не дает в России и вообще в мире. Но если вы пропустите, вы реально прожили жизнь зря. Сразу видно продюсер, понимаете, умеет продавать. Это рил-ток. На последнем концерте после ВК-феста один очень знакомый человек нам сказал, что это круче, чем Бейонсе. О, ребята, я видела это выступление на ВК-фесте. Я видел Бейонсе. Подождите, а сколько там было человек? Вроде около 20 тысяч. 20 тысяч? 15 тысяч точно. Были ли концерты с большей численностью? Или это пока самый грандиозный? Я имею в виду наши или вообще принцы? Ваши, ваши, ваши. Самый большой наш сольный концерт это был в том ноябре 7 тысяч человек было. 8. Это сольный был. Это где было? В Стадиуме. И я знаю, что вы даже снимали некий фильм об этом концерте, который уже вышел. А что там в этом фильме? Там мы рассказываем о этом пути, как мы шли к Стадиуму, потом как он прошел. Буквально, как мы выходили из такси и шли в Стадиум. То есть несколько дней за нами ходили операторы. Мы просто вышли на 4 станции метро дальше. Рассчитали как раз в полтора часа. В принципе, как тогда Ролик Стоунс снимали фильм с Мико Джаггером. То есть все то же самое. Как тогда, только лучше. Только лучше. Да, конечно. Без Мико Джаггера, потому что он реально был в том фильме левое ненужное звено. И у него рот большой, он всю еду съест. Но танцует он хорошо, мне очень нравится. Слушайте, вот классный вопрос. Вот мы отматываемся куда-то к Мико Джаггеру, спрашиваем, что было. А помнишь тогда, это на поминках расскажут, что было. Это вообще никому парню не интересно, что будет, какой план, какой вектор движения, к чему идем. Может быть опять откроем кондитерскую? Нет, самое главное, нам надо выступить на фестивале. Саня, на каком фестивале мы будем выступать? Точно, мы же музыканты. Да. Большой зарубежный фестиваль. Маятник Фуко. Нет, мы планируем реально попасть на Качелло. Вы знаете такой фестиваль? Нет, к сожалению. Я вот Маятник Фуко знаю, но это про Питер. Почти как Маятник Фуко, только в Америке. О, грандиозно. Там будет, в общем, короче, планы это Качелло покорить. Захватим весь мир. Захватим. Обязательно. Это я по-английски сказал. Захватим. Подождите, но ведь песни на английском вы же не пишете. Пишем? Или есть? Это мы просто не посмотрели. Нет, я видела одну твою песню. Есть их много? Мы с ней хотим выступить на Качелло. Она пока одна единственная. Все, я поняла. Вряд ли нас попросят больше треков играть. Зато они не успеют прогнать со сцены. Мы выйдем такие, они еще ничего не поняли. Считай, полное выступление было. Да. Слушайте, ну вот интересно просто, что некоторые люди, я не знаю, там занимаются музыкой, там чуть ли не с пеленок. У них там грандиозный путь. Вот вы как вообще, не зазвездившиеся люди, как вы к этому относитесь, что популярность пришла к вам достаточно быстро? Ну и не знаю. И внезапно. Можно назвать ее легко? Или все-таки это был тяжелый такой труд? У нас, мне кажется, самая большая... Что нам мешает там, зазвездиться или не дает нам это сделать? Потому что у нас не было такого, что мы проснулись в один день знаменитыми. Мы долго, ну то есть мы даже сейчас не понимаем, там знаменитые мы или нет. Ну, особо ничего там не поменялось. В Питере мы больше знаменитые. Ну да. Потому что у Кирилла появились сережки. Вообще ничего, в принципе, не изменилось. Они вернулись, вернулись. Про вас мне Маша рассказал. Вот и вся знаменитость. Вот и все, да. Мы то есть по чуть-чуть, по чуть-чуть, по... Я носом задел микрофон. Мы не будем его мыть. Абсолютно такие же остались. Просто я вот хочу людей купить, допустим, себе. Людей? Домой купить. Людей? Робов? Да, конечно. Да, так мы абсолютно... Чих-чих-чих, сейчас мы пойдем в антиконституционные вот эти вещи. Пора с этим завязывать. Это только Саша, только Саша. А все, открестились, да? Да. Ну, ребята, это круто, что вы такие классные, яркие, при этом вполне адекватные. Реально, нет вот этого, знаете, пафоса, который может быть, мог бы у вас быть. Да, поэтому мы вас приглашаем на наш день рождения. Он будет 15 августа. Совсем скоро нашему каналу исполнилось два года. Плюс у нас будет большой грандиозный концерт в центре Москвы, приуроченный, посвящен Дню Города. Поэтому мы вас всех ждем. Короче, ждем подарков, приходите. Приглашаем, да. И спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. Спасибо, спасибо. И творческих успехов! Спасибо! Все, пока, спасибо, это была группа «Хлеб», ребята. Спасибо. Супер!